Добрый день, краснолучане! Сегодня я вас ознакомлю с основными показателями реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта. По данным на 1 января 2020 года в городе насчитывается 159 учреждений и сооружений спортивного характера. Это два спортивных комплекса, плавательный бассейн, 39 спортивных залов, отвечающих стандартам 162 метра квадратных, 26 помещений для занятий физической культуры и спорта, 84 спортивные площадки. В сфере физической культуры и спорта работает 107 человек и 61 из них имеют высшее образование. В прошлом году этот показатель составлял 105 человек и высшее образование имело 51 специалистов. Не изменилось количество учителей физической культуры в общеобразовательных учреждениях – 37 человек. Инструкторов в детских учреждениях составляет 15 человек. В детско-спортивных школах на 2 человека увеличилось количество тренеров. Было 24, в этом году – 26. На спортивных комплексах работают 4 тренера и 9 инструкторов по спорту. Общее количество занимающихся физической культурой и спортом в городе Красноуч составляет около 20 тысяч человек. Это 17% от общего количества населения. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 12%. В городе действуют две детско-юношеских спортивных школы, в которых занимаются 818 детей. В детско-юношеской спортивной школе номер 1 работают отделения. Бокс, борьба вольная, борьба греко-римская, легкая атлетика, карате. В детско-юношеской спортивной школе номер 2 работают отделения. Баскетбол, волейбол, плавание, настольный теннис и футбол. В Красноучском спортивном комплексе работают секции волейбол, футбол, тренажерный зал, плавательный бассейн. В Петровском комплексе спортивных сооружений есть секции волейбола, бадминтона, грибного слалома, дзюдо, пауэрлифтинга, футбола. В городе в целом культивируется около 20 видов спорта. Наши спортсмены регулярно выезжают на республиканские и международные соревнования. Участие красноучских спортсменов в соревнованиях единого календарного плана в прошлом году составило 100%. В 2019 году свыше тысячи спортсменов приняло участие в соревнованиях республиканского и международного уровней и завоевало свыше 500 медалей различного достоинства. Уже в этом году спортсмены детско-юношеской спортивной школы номер один выезжали на соревнования по вольной борьбе в Орловскую область Российской Федерации и завоевали две медали уже международного уровня. В городе регулярно проходят спортивно-массовые мероприятия. В 2019 году таких спортивно-массовых мероприятий проведено было 160. За два месяца этого года уже проведено 18 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше тысячи человек. В настоящее время идет городская спартакиада среди учащихся школ, колледжей, техникумов. Ребята соревнуются по легкой атлетике, футболу, плаванию, волейболу, баскетболу, шахматам, шашкам, настольному теннису, допризывной подготовке. А в Петровском еще проходят соревнования по пешеходному туризму и силовому многоборью. Закончился зимний чемпионат по футболу среди любительских команд, в которых приняло участие 8 команд и свыше 100 человек участников. Открытый городской турнир по боксу, посвященный Дню Защитника Отечества, в котором приняли участие свыше 100 спортсменов из пяти городов нашей республики. На базе спортивного комплекса прошел большой городской праздник «Вперед мальчишки», посвященный Международному Дню Защитника Отечества, в котором приняли участие сборные команды колледжей, техникумов и общественной организации «Молодая гвардия и юная армия» учебно-воспитательного комплекса номер 6 «Созвездие». Впервые состоялись молодежные игры под девизом «Олимпийский год не только для олимпийцев». Готовится ставший уже традиционным соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья» на приз главы нашего города. Администрация города совместно с руководителями спортивных учреждений работает над вопросами сохранения объектов спорта и улучшением их работы. В настоящее время готовятся предложения в республиканскую программу развития физической культуры и спорта на 2021-2025 годы. И в заключение своего выступления я хочу пожелать всем краснолучанам хорошего настроения и крепкого здоровья. А все это вы получите, занимаясь физической культурой и спортом. Мы будем рады видеть вас на наших спортивных сооружениях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!